Короче, девочки, я предлагаю забыть все обиды и приглашаю вас на бабник. Куда? На какой ещё бабник? Коржикова, ты совсем ку-ку? Чё ещё за бабник? Ну вы чё, совсем тупые? У нас какая тема урока? Синонимы. Вот я и сказала синонимом. Синоним девичника – бабник. Поэтому я вас всех приглашаю на бабник. Это кошмар. И зачем я пошёл в школу работать учителем? Лучше бы влог на ютубе снимал, стал бы знаменитым. Бублик, мачо, бублик, мачо. Цыпочки по мне все плачут. Рыжий волк крови хосячит. Мистер Бубл супер мачо. Гопца-дреса, гопца-са. Меня зовут Мистер Бубл и я второй в России хаский видеоблогер. Если вы впервые на моём канале, то знайте, что никаких няшных собачек вы здесь не увидите. Мы не няши, а грозные волки. Так что если вы не подпишитесь на мой канал, то я приду к вам ночью вместе с моим папасей-бандитом. И мы укусим вас за бочок. Хе-хе-хе-хе-хе. Здравствуйте, 4-й Ж. Сегодня у нас первый урок. Урок русского и литературы. Бублик Бандитович, а можно вопрос? Если только он не глупый, Кошкина. Тогда у меня будут сразу два вопроса, чтобы я казалась в умной, как в утке. Итак, почему у нас сразу и русский, и литра? Это ж разные предметы. Просто у меня на литературу аллергия. У меня от неё по всему дневнику двойки. И сразу второй вопрос. Почему в нашем классе такая неприличная буква Ж? Кошкина опять со своими тупыми вопросами. И не говори, Коржикова. Сейчас она опять учителем сбесит. Кошкина, ты мне вопрос про букву Ж задаёшь в каждый урок. Объясняю для тупых девочек. Сначала вы были в первом Ж, потом во втором Ж, потом в третьем, и сейчас в четвёртом Ж. А что, других букв не было? Почему именно Ж? Это что, намёк на мою толстую задницу? Есть же нормальные буквы, например, И. Четвёртый И, ну круто же звучит. Знаешь что, Кошкина, ты уже достала реально с этим своим вопросом. Если ты хочешь учиться в четвёртом И, то иди и учись. И не мешай нам поглощать новые знания. А меня, кстати, тоже интересует, почему у нас на этом уроке сразу два предмета. Русский и литра. Почему, почему? Потому что. А, всё понятно, так бы сразу и сказали. Да, вообще без проблем. Нормальное объяснение. Вы у нас самый лучший учитель. Всё так понятно объясняете? Мы вас так любим. Фу, какая гнусная подлиза эта, Коржикова. Коржикова, лезть на меня не действует. Давай, выходи к доске, а то у тебя в журнале одни тройки. Их исправлять на пятёрке и четвёрке надо. Бублик Бандитович, а зачем мне их исправлять? У нас же какая школа? Средняя. Так вот, какая школа, так и учусь. Коржикова, я сейчас тебе два влеплю в четверти. А ну быстро к доске. Надо, а мне задавал, выучить письмо Онегина к Татьяне. Ты готова отвечать? Я на это пойти не могу. В смысле не можешь? Не учила что ли? Вообще-то, Бублик Бандитович, на уроке этики вы нам говорили, что чужие письма читать нельзя. Вот я и не читала. Ну всё, это попадос. Всё, у тебя два в четверти, Коржикова. Завтра придёшь с родителями в школу. Так, всё, запишите тему урока. Синонимы. А Сино это кто? Ну начинается. Сейчас Кошкина опять свой ум показывать будет. Что ещё за Сино? Ну, вы сказали, что Сино не мы. Я точно знаю, что мы никакая не Сино. Я вот так точно не Сино. Поэтому у меня вопрос. Кто такая это Сино и почему мы это не она? Знакомьтесь, дети. У нас снова на манеже дурочка с переулочка. Не, Кошкина не в переулке живёт. Она живёт на улице. И, кстати, меня тоже интересует вопрос. Кто такая это Сино? Простите, дети. У нас сегодня на манеже две дурочки. Кошкина и Сарделькина. Синоним это слово, совпадающее или близко по значению с другим словом. Например, путь и дорога. Огонь и пламя. А, я поняла. Ну, раз поняла, тогда ответь мне на вопрос, Сарделькина. Слова трудно, сложно и тяжело. Это синонимы? Нет, учитель. Потому что трудно отказаться от предложения прогулять урок. Сложно потом отвечать у доски, потому что прогуляла. А тяжело, это уже когда родители двойку увидели. Хе-хе-хе-хе. Красава, Сарделькина. Всё по полочкам разложила. Да, безграмотность мы ликвидировали. А грамотности ещё не пришли. Согласна с вами, Бублик Бандитович. Как велик русский язык. Слова «светлая голова» и «блондинка» вроде и синонимы. Но на самом деле между ними такая огромная разница. Ты сейчас на что намекаешь, хлебобулочная? Ты чё, хочешь сказать, что мы с Сарделькиной тупые блондинки? Да я сейчас своему парню Гопникову пожалуюсь. И он тебя вечером на улице встретит и разберётся. Девочки, не ссорьтесь. Так, свои девчачьи разборки будете на перемене чинить. Продолжаем урок. Бублик Бандитович, а можно я их сейчас помирю? Короче, девочки, я предлагаю забыть все обиды и приглашаю вас на бабник. Куда? На какой ещё бабник? Коржикова, ты совсем ку-ку? Чё ещё за бабник? Ну вы чё, совсем тупые? У нас какая тема урока? Синонимы. Вот я и сказала синонимом. Синоним девичника – бабник. Поэтому я вас всех приглашаю на бабник. Это кошмар. И зачем я пошёл в школу работать учителем? Лучше бы влог на ютубе снимал. Стал бы знаменитым. Коржикова, походу тебе мало было сегодня одной двойки. Такими темпами я скоро буду учиться не с двумя, а с тремя двоечницами. Хоть я хлебобулочную и не люблю, но она права. Девичник – это девочкина вечеринка, а бабник – это кобель, как джентльменов. Что? Да как ты смеешь так говорить о моём парне? Хе-хе-хе-хе. А вы чё, встречаетесь? Ну, поздравляю. Это он с виду такой отличник и интеллигент, Хвенов. А на самом деле – кобель. Он даже к Сарделькиной в раздевалке приставал. Что значит даже? Я что, некрасивая? И вообще ничего он не приставал. Мы просто целовались. Чего? Это что, правда? Червёртое же. Может быть, вы свои женские вопросы на перемене решите? Ну уж нет, Бублик Бандитович. Я должна всё выяснить здесь и сейчас. Повторяю вопрос, Сарделькина. Это правда? Ты целовалась джентльменовым? Да все мы с ним целовались. Кроме Кошкиной. У неё Глупников просто очень ревнивый. Ну как же так? Он же мне стихи читал, за лапу держал, в любви признавался. Ну я же говорю, кобель. Всё, между нами всё кончено. Как он мог? Ну не расстраивайся, хлебобулочная. Другого найдёшь. Короче, вытри свои рыжие сопли и давай продолжим урок. Давайте вспомним времена. Сарделькина, какое это время? Я убираю, ты убираешь, он убирает. Привет, праздничные. Да нет, блин, такого времени. Как нет? Всегда перед праздником моя мама нас всех заставляет убирать в квартире. Они безнадёжны, Бублик Бандитович. И как только мог джентльменов связаться с этими тупыми двоечницами? Может быть мне тоже стать двоечницей и учиться спустя рукава? Даже не думай, хлебобулочная. Кстати, дети, а вы знаете, что означает фраза спустя рукава? О, я знаю. Это значит учиться или работать плохо. О, а тогда работать хорошо, это значит подняв рукава. Кошкина, как же ты надоела блин со своими глупыми репликами. А скажите, вот сейчас вы сказали блин. А это что, междомития? Междоматия, Кошкина. Междоматия. Всё, я увольняюсь из этой дурацкой школы. Сынок, сынуля, сыночек, рыжая сопля. Ну чего тебе пенсия? Почему я говорю твоим голосом? А чё с моим голосом? А вдруг мы поменялись телами? А вдруг? Кобздец, кобздецный. Папа, па, пася, отец. Чего тебе рыжая сопля? Я клип сочинил, послушай. Ну давай. Пальцем щёлкнул не туда, миллиончик за два дня. Ну да, из тебя рэпер как молоток. Капец. Ну ладно, не кипишуй рыжая сопля. Папа, пася, отец. Что бублятина? Ты хлюпулочное изделие. Капец, а это что? В смысле ты хлюпик Сейчас тебя съем А, капец Я пошутил Хе-хе-хе-хе Папа-папася, отец Ну что тебе рыжая сопля? Мы же угрожаем своим вкусненьким подписчикам Что если они на нас не подпишутся, то мы их укусим за бочок Ну да Тогда почему же мы их не кусаем? Потому что мы няши Капец Папа-папася, ботяня, отец Чего тебе вонючая рыжая сопля? А кто такой кошак? Ты что, не знаешь, что такое кошак? Ну нет Это кот Серега А ты кошак? Нет, конечно А я кошак? Ты кошак А кожа какие-то кошаки? Да, лопаухие Если я кошак, а ты нет То я не твой сын Получается, что да Вот же Хаскина мать, капец Папа-папася, отец Ну чего тебе рыжая сопля? Почему ты волк на 40% А им на 100, как ты говоришь? Ну потому что сардельки подшутили над нами Капец Папася, пенсия Что? Бублик с дыркой? Да А где она? Посередине То есть у меня в животе должна быть дырка? Да Капец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok